Всем привет! С вами я, Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Сегодня 11 апреля и наступила пора, я хочу поговорить очень подробно о выращивании рассады для продажи, о выращивании именно в теплице. Этот видеоролик будет полезен только тем, кто решил заняться выращиванием рассады, выращиванием большого количества, по несколько тысяч. И про тоннели я уже немного рассказывала, писала статьи, то про теплицу мы не говорили вообще. И некоторые начинающие думают, что выращивать в теплице намного легче рассаду, чем на улице. Да, вот по трудозатратам, конечно, в теплице не нужно ни дуги устанавливать, ни пленки, там на случай мороза тоже там большая опасность. Но в теплице нас, как сказать, подстерегают другие опасности. Вот я сейчас расскажу об особенностях выращивания рассады в теплице, чтобы некоторых начинающих огородников, может быть, уберечь от каких-то ошибок. Я вот все важные пунктики написала сейчас. Вот чем отличается выращивание рассады в теплице и, например, на окне дома? Конечно, тепличная рассада, вы, наверное, все знаете, чтобы не посадил весной в теплицу, растет все, как на дрожжах. Она сильно там разрастается, она увеличивается в росте. И вот именно из-за этого, из-за такого очень быстрого наращивания зеленой массы, она в высоту, нужно очень тщательно выбирать сроки посева томатов для выращивания в теплице и сорта, которые вы хотите выращивать. Сразу скажу, что если вы хотите выращивать рассаду не для себя, а на торговлю в большом количестве, то вам лучше избегать высокорослых сортов, таких как вот добарао, золотая рыбка. Но любые двухметровые сорта, они в теплице, в комфортных условиях, вот в мае, когда им будет тепло, будете их поливать. Они сразу, они и так высокие, ну как во взрослом состоянии, и рассада маленькая, она сразу покажет то, что она выше других. Она будет очень высокая, и тут есть опасность полегания. Вот чуть ветерок, когда обе двери обычно у теплицы открыты, ветерок дунет, она может вся упасть, если она сильно высокая. Лучше выбирать сорта средней высоты, идеальный вариант, конечно, вот такие вот детерминатные, но нужно выбирать же вам ассортимент весь. Так что и высокий, ну как и средний рост высота, и низкорослые. Высокорослые, если вы только начинаете сорта, лучше избегать. Если вы хотите попробовать вообще первый раз, то я советую вам вот так от чистого сердца начать вот с детерминатных, с низкорослых. Потому что, даже если вы срок посева высчитаете не очень точно, она может немного подождать. Вот смотрите, вот рассада детерминатная с двумя листьями выглядит вот так. Рассада обыкновенных сортов, ну высокорослых, ну не совсем высоких, среднерослых, с двумя листьями выглядит вот так. И если вы чуть-чуть раньше посеете вот такую рассаду, она уже будет выглядеть вот так. При высадке такой рассады у вас будут трудности. Во-первых, обычно мы когда высаживаем уже жарко, тепло, у нее вот эти листья вянут, она сильно болеет, долго приживается. И вот эти ее стебельки, они как полегают на грунт, и потом их некоторые приходится даже ходить и палочкой поднимать. У них не хватает силы встать, он очень длинный. Вот самый идеальный вариант высадки в грунт с двумя вот такими листиками. Вот она, вот томат, у него два листа, по семидольных листьев заглубляете, он не наклоняется, не падает два дня, он прижился и пошел в рост. Можно, конечно, и вот в таком состоянии высаживать, когда уже несколько, 5-6 листьев. Но если вы посеете рано, вам придется, вот видите, они уже распекированные, вам придется дома в лотках распекировать, а это неудобно. Почему? Потому что для того, чтобы высадить, вырастить несколько тысяч корней томатов, вот посеять-то дома мы можем, вот в каждом лотке 200-250 штук. Например, там можно два стеллажа сделать и достаточное количество посеять, они вырастают. Но если вы это количество распекируете вот так, по 30, даже по 40 в лоток, представьте, сколько нужно будет лотков, никакого места вам не хватит. И поэтому хочу заострить внимание, что очень точно нужно дату посева высчитывать и очень хорошо нужно выбирать сорта, чтобы они вот так вот не разрастались и чтобы не приходилось их куда-то пересаживать, по стаканчикам рассаживать. Вот сейчас про даты посева я вам, так, сроки посева пометила с восклицательным знаком, что сеять позже в теплицу. При выращивании рассады для продажи в теплице сеять нужно немного позже. Если в открытый грунт я посеяла раньше, вот эти у меня для открытого грунта, для тоннелей, потому что там холодно, они будут расти медленнее и они как раз догонят. То для выращивания в рассаде я сею в апреле, вот только сейчас, вот вчера, позавчера сеяла. Почему? Потому что рассаду нужно высаживать 60 дней, вот для сибирского региона. Если я посеяла, например, пусть будет вчера, 10 апреля, считайте, 10 мая, 10 июня, как раз 10 июня, когда у нас люди в традиционные сроки высаживают в открытый грунт, ей будет 55 дней. 50-60 дней, это идеальный вариант. Если даже на неделю позже посадить, те томаты, которые будем выращивать в теплице, они за неделю могут так вымахать, они перерастут, они могут упасть при поливе. Вот еще хотела обратить внимание, поливать, когда в теплице томаты выращиваю, никогда поливать поверху не нужно. Это уже у меня, я на этом, как сказать, обожглась, шлангом поверху начинаешь поливать, вот так вот, даже брызгать. Капли остаются, вот когда они большие, им тяжело, они падают и все, по принципу домино может упасть, вообще вся теплица ляжет. Если томаты в теплице ляжут, вы их лягут, вы их уже не поднимете, вы их никак не сможете рассоединить и распутать, и они на второй, на третий день прирастут корнями стеблей к земле, у вас будет потеря полностью, рассаду во всей теплице вы потеряете. Поэтому выращивать рассаду в теплице не намного легче, чем на улице. Вот все опасности, которые подстерегают, а еще пометила, могут сгореть, могут замерзнуть, вот. В теплице очень нужно внимательно следить за проветриванием. Бывает, что ночью холодная погода, все позакрывали, двери, форточки, все. И не дай бог, уйдете на работу, забудете открыть форточку. Днем поднимается температура 15, если 18 градусов, в теплице больше 30 до 40. Даже при 15 градусной температуре на улице, если солнечный день, рассада может сгореть. Хорошо, если есть автоматические форточки, но они редко у кого бывают. Обычно у нас в городе продают теплицы простые. В ручном варианте открываем и закрываем, нужно следить. Также могут замерзнуть, если вы не находитесь на участке постоянно, на своем, то выращивать рассаду в теплице я бы вам не советовала. Чуть какое-то понижение температуры, маленькое, если даже в центре теплицы они не замерзнут, то вот по периметрам, по краям, обычно при минусовых температурах, все ряды эти подмерзают. Нужно следить. Если в теплице у вас рассада, нужно утром, вечером проверять, холодно или жарко. Теперь самое главное. Еще раз повторю, лучше избегать сортов высокорослых. Нельзя сеять рано, потому что перерастает, она может упасть. Потом осторожно при поливе, я уже сказала, все эти пункты я вам... А, еще главное, не загущать. Нам кажется, что мы когда сеем вот на таком расстоянии, 5-6 см, когда они вот такие маленькие, то это достаточно. В теплице рассада очень быстро разрастается. Как только листья замкнутся, они начнут на перегонки к солнцу стремиться. Рассада начинает вытягиваться, она будет тонкая, хрупкая, ломкая. У вас товарный вид потеряется и качество рассада ухудшится. Лучше посеять и пореже. Пусть у вас будет на 100 или 200 корней меньше, но она у вас будет большего, лучшего качества. А, вот еще. Не подкармливать. Никогда не подкармливайте рассаду, если вы выращиваете в теплице. Там и так такие у нее комфортные условия, там тепло, сыро. Вот если вы когда-то выращивали в теплице даже свои томаты, вы видели, что как только высадишь томат в теплицу, он меняется буквально на глазах. Он сразу увеличивается в росте. И если вы захотите подкормить, вот это очень неудачная мысль, полить селитрой, чтобы она была потолще или что-то. Если вы не уверены, что вы продадите всю эту рассаду в один день, прям в единомоментно, не нужно ее подкармливать. Подкормка может привести к жированию томатов. Да, сначала они у вас будут красивые, такие толстые, зеленые. Но пока вы первые продаете, с последней частью вот этой вашей рассады, опять же произойдет та же самая история. Они у вас перерастут, они у вас могут упасть, сломаться. Пусть они лучше будут не очень высокие, но коренастые, толстенькие. Они когда своим ходом растут, они намного красивее, качественнее рассада. Это вы мне поверьте уже, я много лет выращиваю рассаду. Первые 5 лет я билась с рассадой в теплице, я не могла получить качественную рассаду. Были вот все ошибки, которые я вам сейчас перечислила. Я их все пережила. И сгорали, и замерзали, и вытягивались при частом посеве, и перерастали при раннем посеве. Потом что еще у меня было? А, падала, вот во время полива, когда поверху полила, падала полностью теплица. Переросшая ломалась один раз. Первую часть у меня забрали, пока вторую часть я... Ну, время... Не все же одинаково высаживают. Кто-то высаживает в конце мая, а кому-то надо вот именно 10 июня. Вот ждите до 10 июня, мы заберем. И вот они пока собирались забирать, она переросла, вся упала, сломалась, прицепилась корнями к земле. Выращивание рассады в теплице, это очень нужно знать все вот эти особенности, и быть очень осторожным. Не надо ни подкармливать, ни жадничать, ни часто садить, ни торопиться, ни рано садить. Вот если все вы это будете соблюдать, это очень хороший, не то что вид заработка, а вообще хорошее занятие для людей. Потому что работать с землей особенно на фоне вот этой зелени, зеленый цвет очень благотворно влияет на организм. Я по себе знаю, я была несколько лет назад очень больной такой женщиной, старой больной женщиной. И мне кажется, что чем больше я работаю с растением, я стала лучше выглядеть, стала лучше себя чувствовать. Я захожу в эту теплицу, вот этот зеленый умиротворяющий цвет, и вот эти вот, когда они растут, как какие-то, ну жизнеутверждающие что-то это. Вот заходишь, смотришь, такие красивые растения, как красиво, как все хорошо, был маленький, стал большой. Вот это такой подъем душевный. Я всем советую, если вам нечем заняться, если у вас есть свободное время, даже если вы никогда не занимались. Я вот тоже городской житель, я очень давно живу в городе, вот на этом месте живу, 30 лет. Хоть я рождена в деревне, но когда я была маленькая и жила в деревне, я не очень любила заниматься огородом. Нас заставляли насильно, я считала это наказанием. Вот за наказание, кто плохо себя ведет, тот пойдет полоть грядки или что-то делать. Сейчас я сама туда бегу, все это делаю, и я поняла, что, еще раз хочу повторить, работа с землей, работа с растениями, вас избавит от многих болезней. От скуки это точно, от безделия, когда нечего делать, сидишь и не знаешь, чем заняться. Выходи в огород. Вот советую всем заняться, это и приятно, и полезно, и какие-то деньги принесет. Научитесь чему-то, потом внуков детей будете учить. Все, с вами была Ольга Чернова. Я рассказывала вам об особенностях выращивания рассады в теплице, именно массового выращивания в больших объемах. Если вы выращиваете только для себя, 1-2-3 лоточка, эти знания вам, они ни к чему, потому что выращивание нескольких штук, агротехника совсем другая. Там, конечно, не нужны эти советы про загущение, про полив по макушкам, потому что сплошную для себя никто не садит. Вот я когда высажу все в теплицу, я вам покажу, какое у меня томатное поле, море целое томатов. И все они там прекрасно растут. Вот я сейчас сею, за эти 55-60 дней в теплице они вымахают, будут выглядеть очень хорошо. Ну, конечно, я слежу за ними с утра до вечера. До свидания! Желаю вам тоже успехов! Работайте на земле, выращивайте растения, поправляйте свое здоровье и материальное положение. До свидания!